Привет, меня зовут Десиди, и сегодня я попробую вам показать, как сделать, чтобы ваши обои нормально выглядели на двух разных мониторах с одинаковым разрешением, но разной диагональю. Это такая большая проблема, если вы перфекционист. Но давайте к делу. Первое, что вам необходимо узнать, это размеры в дюймах ваших мониторов. Диагонали. И рамку между этими мониторами, если хотите, чтобы прям было вообще красиво. Итак, сейчас вы видите на экране мои мониторы, как они выглядят. И давайте я вам покажу, я уже узнал размеры своих мониторов, и я покажу вам, как узнать эти размеры в сантиметрах. Так, мы будем использовать вот такой вот калькулятор, ссылочка будет в описании на этот калькулятор. Здесь мы вводим размер в дюймах наших мониторов, и получаем их размеры в сантиметрах, по ширине и по высоте. Тут выставляем ваше соотношение сторон мониторов, это не критично, то есть вы выставляете ваш размер. Точность вычисления я не трогал, по умолчанию оставил, и вроде бы все нормально. Итак, давайте перейдем к делу. Создаем три документа в фотошопе. У меня есть шпаргалка небольшая в фотошопе, поэтому не суть. Давайте создадим нужные размеры. Я уже их создал, но я вам покажу, как это делается. Для примера я буду использовать мой левый монитор, то бишь ноутбук. И я создам в соответствии его размерам слой. Жму комбинацию клавиш Ctrl-N. Я думаю, у вас будут показаны комбинации клавиш, если нет, то я думаю, вы и так должны знать. Окей, выставляем здесь миллиметры, либо сантиметры. Есть в чем вам проще. Что проще для вас? В моем случае это будет сантиметры. Так, далее. Далее, забиваем по высоте. Да, у меня английская версия. Вот, и все, на этом остановимся. У меня английская версия фотошопа, поэтому для некоторых может быть немного тяжеловато, но я думаю, вы разберетесь. Итак, забиваем наши размеры из калькулятора. Вот у меня получается 34,5 на 19. Ширина 34,5, высота 19,4. Окей, понимаем, что нам надо забить здесь. Так, 34 с половиной. И что там было у нас? Еще раз проверяем. 19,4. И создаем, таким образом, два экрана. Разрешение ставьте, то разрешение, которое у вас на мониторе, но я оставляю по умолчанию, это 72, это для веб. Больше не стоит. Больше это уже для печати, для всего. Далее, цвета 8 бит, цвет белый, но это не имеет значения никакого. И желательно подписывайте их, чтобы вы не потерялись. Окей. Создаете, таким образом, два ваших монитора. По размерам, естественно. Сейчас я их перекину сюда, чтобы вы видели. Так. Это мой, получается, правый монитор. Так, сейчас я телефон уберу, а то у меня он немного фонит. Вот, куда-нибудь подальше. Ага. Так. Это у нас правый монитор, и вот он у меня, левый монитор. Они созданы по размерам, залиты определенным цветом и подписаны. Ну, правый подписан R, левый подписан Left. Может, неправильно, но да неважно. Окей. Что далее вам надо сделать? Вам надо взять сантиметр, линейку обычную, и померить рамку. которая у вас между мониторами. Это нужно, чтобы вы могли точно посчитать расстояние между мониторами. Чтобы ваша картинка выглядела идеально. Так, сейчас я найду. Это вроде вот... Да, вот, это она. И также... Нет, это не она. Это я вперед забежал. Сейчас я найду ее. Вот она, рамка моя. Она составляет у меня... 100... Нет, 16 миллиметров. Она составляет между мониторами. Вот она такая. По вертикали я просто выбрал большую. Это не важно. Нам важно по горизонтали. Итак. Идем дальше. Следующее, что вам надо сделать, это сделать... Сейчас я определюсь. Вам надо сделать большой холст. Насколько большой, чтобы туда поместились два ваших монитора в реальной жизни. Ну, то есть, мы суммируем расстояние между мониторами, суммируем... Ну, от левой рамки до правой рамки по всем мониторам и по вертикали. Я делал где-то около метра на 40 сантиметров я делал холст. Потом мы это исправим, кропнем, тубишь... Так. Сейчас я сразу отключу все лишнее. И где наш холст? Холст. Давайте я вместе с вами создам, чтобы было хоть более-менее наглядней. Мы жмем Ctrl-N и вводим данные. Так. По горизонтали. Я буду вводить, пожалуй, в сантиметрах. По горизонтали 100 сантиметров, то бишь метр. По вертикали 40. Мне просто этого хватает. У меня не очень большие мониторы. Поэтому этого хватит. Если у вас больше мониторов, естественно, создавайте больше. Жмем создать. И у меня он создается в другом окне. Сейчас я его сюда перенесу. Вот он наш холст. Следующее. Вы выставляете наши слои, как они были у вас изначально в вашем реальной жизни. То есть берем наш левый монитор. Да. Перетаскиваем сюда слой. Вот он наш левый монитор. Далее у нас идет рамка. Мы ее тоже перетаскиваем. Вот она идет посередине. И правый монитор. Вот он. Отлично. Также у меня немного выше правый монитор. То есть он буквально на пару миллиметров выше. И мы подгоняем, чтобы это все выглядело более-менее аккуратненько. Следующее. Мы кропнем наше изображение, потому что нам не нужны вот эти вот лишние рамки. Берем инструмент кроп или обрезка. Выбираем здесь задавать ширину, высоту и разрешение. Получается. И мы кропаем по краям экрана. Это несложно сделать. Вот таким вот образом. Главное, чтобы вся рабочая область помещалась. Ок. Жмем кроп. Я специально покрасил их в разные цвета, чтобы было более-менее наглядно. Следующее, что мы делаем. Это я обычно делаю линии. Как это сделать? Если у вас нет линейки, жмете Ctrl-R. Это включает линейку. Вы проводите линейки там, где вам необходимо. В моем случае я хочу пометить все размеры, чтобы было проще ориентироваться, когда будет сверху уже наша картинка. Так. Здесь не совсем. Зажимаю Alt и колесико кручу, чтобы приблизиться. Хотя, я думаю, это не стоит вам объяснять, если вы уже более-менее разбираетесь в Photoshop. А я надеюсь, вы разбираетесь в Photoshop, потому что это не совсем для начинающих урок. Так, ладно. Давайте на этом пока мы перестановимся. И вот мы получили наш шаблон. С реальным расположением мониторов в пространстве. Вот здесь главное только более-менее ровно расположить линии. Вот так. Потому что по ним мы будем ориентироваться. Далее. Что мы делаем? Мы выделяем все слои, включая Background, да. Жмем правой кнопкой мыши и жмем создать Smart Object. Create to Smart Object. Извиняюсь за мой английский, он отвратителен, я знаю. Окей. Мы сделали Smart Object. И что дальше? Дальше это наш шаблон. Вот это вот. То, что мы создали, это наш шаблон. Что мы делаем? Следующее. В моем случае сейчас подключено два монитора. Я делаю скриншот. Жму клавишу Print Screen. После чего жму Ctrl N. И создаю документ с разрешением моих двух мониторов. Как мы помним, они одинакового разрешения, но разных размеров. То есть, сейчас вы увидите все. Создать. Вот он. Я могу даже ставить сюда для примера свой монитор. Ctrl V. Вот так вот это выглядит все в проекте. И жмем. Ну, я уберу, пожалуй, это. Все. Теперь нам надо перетащить наш Smart Object. Сюда. Окей. Мы видим, что он чуть-чуть меньше, но это не важно. Нет, может, конечно, и важно, но незначительно важно. То есть, я вот, например, в качестве особо ничего не теряю на своем мониторе. Так. Для тех, кто не знает, что такое Smart Object. Smart Object – это отдельный документ, в котором мы можем редактировать все, сохранять, и он автоматически применится в уже измененном формате. Сейчас я вам покажу это. Так. Нам вот этот больше документ не понадобится, и предыдущий тоже не понадобится. Но я их удалять не буду, дабы все осталось. Так. Что мы делаем? Мы дублируем наш layer 1, слой 1. Для этого нажмем клавиши Ctrl D вроде бы. Нет, не Ctrl D. Ctrl J. Ctrl D – это в After Effects. Я путаю их иногда, потому что и там, и там работаю. Так. И что нам надо сделать? Нам надо подогнать эти два экрана до одинакового размера. Ну, то есть, вот, правый монитор и левый. Исключая рамку. Также для удобства давайте я проведу линию горизонтали по центру. Ой, какую горизонтали? Вертикали, короче. Поделим горизонт пополам, чтобы видеть разграничения. Все. У нас есть два слоя. Советую вам их подписать левый и правый, но я этого делать не буду. Я не хочу. Жму Ctrl D для редактирования. И растягиваю правый монитор по размерам, чтобы он заполнял все до линии. Чуть-чуть немножко здесь, конечно, будет кроп, но это не страшно. Так, давайте чуть-чуть поближе приблизимся и проверим, все ли хорошо у нас. Нет, надо чуть-чуть левее сдвинуть. Выбираю так. Применяю и сдвигаю вправо. Далее нам надо сделать маску на этом слое. В слое. В слое. Я точно не знаю, как. Напишите в комментариях, как правильно. Я думаю, вы знаете. Выделяем область, которую нам надо скрыть, и жмем маску. У нас скрывается другая часть, и жмем Ctrl I. Это инвертирует маску. И повторяем то же самое с другим файлом нашим. То есть он, по факту, это тот же самый файл, но нам надо сделать с него левый монитор. Так, нет. Берем, выбираем детектирование, и делаем так, чтобы все заполнить. Растягиваем, и вот он у нас совпал. Да. Я не буду делать здесь маску, я просто помещу его под низ. Это не критично в этом случае. Вот мы получили наш файл. Ну и что с того, вы спросите. Окей. Сейчас я вам поясню, что делаем дальше. Жмем дабл клик по иконке нашего смарт-объекта. Дважды кликаем, и открывается файл. Что мы делаем дальше? Закидываем сюда наше изображение. В моем случае это вот такая вот картинка. Окей. Мы ее делаем по размерам. Вот она немножко больше, чем нужна мне, поэтому я ее немного смасштабирую. Подгоню по размерам, чтобы она помещалась полностью. Вот таким вот образом. Я думаю, можно даже чуть-чуть побольше. И может быть чуть-чуть выше. Хотя нет, вот так вот оставлю. Все. Применяю. И дальше я жму Ctrl-S в смарт-объекте. Смотрите. Жму Ctrl-S, и происходит магия. Мы переходим в обратно на наш перед этим созданный слой. Ну не слой, а документ. И в нем мы видим уже готовую обоину, которая будет правильно работать. Вы можете заметить, что здесь у нас вот такая вот не увязывается. То есть странно выглядит, но поверьте, когда вы поставите это на рабочий стол ваш, это будет смотреться отлично, ровно, и все будет правильно. И в качестве примера я вам опять-таки привожу фотографию своего рабочего стола. Ну да, фотографию. На этом все. Подписывайтесь на мой новый канал. Там я выкладываю таймлапсы процесса рисования. Обязательно. Смотрите другие видеоролики, они должны появиться тоже на экране. И подписывайтесь на этот канал, если хотите видеть какие-то новости. Также, если появились какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. С вами был RJDecidia. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.